аквариумистика это не только аквариумы светильники рыбки и растения искусственная замкнутая экосистема несовершенно и в той или иной степени каждый из нас сталкивается с различными проблемами в этом видео расскажу чем пользуюсь сам и самое главное это недорогой отечественный продукт поехали самая нежелательная водоросль которая может появиться в аквариуме это черная борода внешне черная борода представляет собой тонкие нити темного цвета эта зараза постепенно заполняет весь аквариум декорации оборудования поражает растения может расти даже на стенках самого аквариума избавиться от нее непросто понятное дело что появляется это водоросли не на пустом месте и не случайно в любом случае нужно искать причину и бороться с ней но есть хорошее средство для профилактики появления черной бороды название которого бородает light полимерный флакон 230 миллилитров обратите внимание колпачок выполняет роль мирного стаканчика это очень удобно нет необходимости использовать шприц или как некоторые делают не нужно лить на глазок естественно бородает light профилактирует не только появление черной бороды а вообще всех видов водорослей при регулярном внесении по инструкции инструкцию в данном случае соблюдать важно так как в указанных дозах бородает light безопасен для аквариумных жителей вносится ежедневно по 5-7 миллилитров на каждые 100 литров аквариумной воды другими словами если у вас 100 литров аквариум одного такого флакона хватит на 5-6 недель наверняка вы обратили внимание на вот эту пометку два в одном многие из вас знают что хороший рост аквариумных растений уже отличная профилактика появления нежелательных водорослей так вот бородает light является помимо прочего источником органического co2 для ускорения роста растений конечно баллон он не заменит однако если его нет вовсе будет являться хоть какой-то альтернативой но это все профилактика что делать если злочастная борода уже появилась в аквариуме как с ней бороться способов на самом деле масса каждый опытный аквариумист имеет свой багаж и опыт каждый что-то посоветует я с недавних пор использую средства бородоед это не панацея доводить аквариум до такого состояния не нужно но если уж вдруг так получилось то конечно в первую очередь нужно поработать руками убрать руками сколько получится а только потом применять это средство действие средства основана на дезинфекции водной среды химическим способом таким образом что многие виды водорослей постепенно разлагаются и отмирают то есть не только конкретно черная борода во время интенсивной борьбы с нежелательными водорослями данное средство дозирует по 10 12 миллилитров на каждые 100 литров аквариумной воды в день при этом на третий день обязательно необходимо сделать подмену примерно 20-30 процентов воды от общего объема аквариума средство бородоед серьезное и относиться к нему необходимо с осторожностью скажу честно первые дни я заливал по пол дозе чтобы дать адаптироваться гидробион там следует увеличить аэрацию и об этом говорит сам производитель важным вопросом является время которое понадобится для скажем так лечение аквариума но вы точно никто не скажет у всех по-разному все индивидуально на это влияет множество факторов однако производитель нилпа пишет что в среднем гибель вредных водорослей происходит в промежутке от 7 до 21 дня после начала внесения препарата последний раз примерно 18 дней лечил я один свой аквариум следующее средство которое я покажу на мой взгляд является незаменимым помощником для многих аквариумистов которые сталкиваются с лечением аквариумных рыб знаю точно и не раз пересекался с теми кто заболевшую рыбу просто сливает в унитаз если вы к пользователям унитазола не относитесь то это средство для вас средство протоцит можно назвать универсальным так помогает от многих одноклеточных паразитов при этом его можно использовать не только в пресноводных аквариумах но и в морских например для лечения рыб от криптокариоза обратите внимание если в морском аквариуме есть живые кораллы будьте осторожны так как влияние протоцита на них не изучено протоцит хороший тем что его можно комбинировать другими препаратами например с акрифлавином или схиломедом коротко о нем я уже рассказывал в инстаграме парк волюмистика если вы еще не подписаны на мой инстаграм не теряйте времени подписывайтесь там всегда много полезной информации не все знают что такое одноклеточные паразиты давайте немного углубимся в эту тему и вкратце разберем самые известные и распространенные из них начнем с равнолесничной инфузории ихтиофтириус по простому манка болезнь белых точек болезнь обнаруживается появлением на коже мелких белых бугорков похожих на манную крупу разбросанных по всему телу даже по плавникам рыба начинает проявлять беспокойство мечется по аквариуму ложится на дно не берет корм и быстро худеет еще одна распространенная одноклеточная зараза жгутиконосец кости заболевание проявляется следующим образом тело рыб покрывается голубоватым налетом кожа мутнеет на ней появляются пятна грязно-белого цвета появляется слизи отделения кожа и жабры постепенно разрушаются нарушается дыхание и газообмен вследствие чего рыбки поднимаются поверхности воды заглатывают атмосферный воздух не реагирует на внешние раздражители подобных полезней масса сопролегния а один ему так далее так что средство протоцит всегда должен находиться под рукой в аквариумной аптечке следующее крутое и недорогое средство это препарат на основе эмульсии масла чайного дерева называется альтерфикс имеет приятный запах жидкость серого цвета я бы назвал это средство общий оздоравливающим средством обладает уникальными свойствами оказывает рано заживляющее антимикробное антигрибковое и иммуностимулирующее действие другими словами подрались рыбки появилась ранка можно залить смутило восповедение рыб неестественно себя ведет можно залить альтерфикс переболели манкой а и теофтириус живет под эпители то есть так или иначе кожный покров поврежден опять же можно использовать это средство при этом кожный покров восстанавливается достаточно быстро более того способствует восстановлению поврежденных плавников применяется очень просто перед использованием обязательно встряхиваем в оздоровительных целях производитель рекомендует дозировку один миллилитр препарата на каждые 10 литров аквариумной воды носить препарат надо ежедневно 7 дней подряд при этом на четвертый день следует сделать частичную подмену воды одну четвертую от общего объема аквариума и на восьмой день надо опять сделать частичную подмену воды обратите внимание если у вас стоит уф стерилизатор его необходимо выключить на время оздоровления и естественно если в фильтре есть уголь его необходимо вынуть не влияет на активность полезных нитрифицирующих бактерий в аквариуме и не оказывает вредного воздействия на аквариумные растения на гидрохимические показатели воды также никак не влияет надеюсь вы отметили для себя что-то важное из этого видео наконец-то аквариумистика в нашей стране сдвинулась с мертвой точки стали появляться качественные отечественные препараты которые уже сейчас очень здорово себя зарекомендовали на этом у меня все всего доброго вам и вашим близким пока а Субтитры сделал DimaTorzok